За кадром я добавил еще несколько категорий, чтобы привести их количество к тому количеству, которое у нас присутствует на демо сайте. Вам, конечно же, не обязательно все эти категории создавать. Вы можете создать только те категории, которые именно вам нужны. И для обучения тоже такое количество не является особой необходимостью. Ну а я лишь просто для соответствия данного сайта, создаваемого нами демо сайту, создал именно такое количество. Но я в предыдущем уроке не затронул вот какой момент. Если, допустим, вы создали какую-то категорию и опечатались в ее названии, либо хотите полностью переименовать название категории, что же делать? Это делается совсем несложно. Вам нужно просто кликнуть на ту категорию в их списке, которую вы хотите отредактировать. Нажимаете и просто-напросто изменяете имя этой категории. Вот сюда прописываете то, которое вам нужно. И затем нажимаете сохранить и закрыть. И вас снова перебрасывает к списку категорий. Еще рассмотрим такой момент. Что же делать, если вы создали какую-то категорию, а она вам больше не нужна. То есть вы хотите ее удалить. Давайте я создам категорию, которую мы с вами попробуем удалить. И назову ее, допустим, для удаления. Сохраню и закрою. Вновь мы возвращаемся к списку категорий и здесь видим ту категорию, которая нам не нужна. Мы ставим здесь галочку. То есть выделяем данную категорию и нажимаем на кнопку «Отправить в корзину». Все, теперь, как вы видите, в списке данной категории нет. Она у нас удалена. А точнее не удалена, а лишь отправлена в корзину. Как вы знаете, на компьютере Windows или на компьютере от Apple, когда вы удаляете какие-нибудь файлы, они на самом деле не удаляются. А просто помещаются в корзину, откуда их вы в любое время можете вернуть. Здесь та же самая система. Мы сейчас просто поместили категорию в корзину. А чтобы посмотреть, что в корзине у нас сейчас находится, нам нужно просто здесь выбрать фильтры. Вот это параметры фильтра. Выбрать все категории, которые у нас находятся в корзине. Нажимаем, страница обновляется, и мы видим ту категорию, которая у нас удалена. Если мы хотим очистить корзину, то мы выбираем те категории, которые мы хотим вообще полностью и навсегда удалить из корзины. Либо нажимаем на вот эту галочку, чтобы выбрать все категории, если их несколько, и нажимаем на кнопку «Очистить корзину». Все, корзина пуста, никаких категорий в ней нет. Но чтобы вернуться к тем категориям, которые у нас актуальны и не удалены, мы выбираем здесь опцию либо выбор состояния, чтобы сбросить данный фильтр, либо выберем пункт «Опубликовано» и увидим тоже все эти категории. А также для тех, кто любит прописывать различные метатеги для сайта, то есть как-то делать сайт лучше для поисковиков, хотя я чуть ранее говорил о том, что поисковики на данный момент на метатеги не обращают внимания, но все-таки есть люди, которые любят метатеги прописывать. Ключевые слова, описания. Вы это можете сделать для каждой категории на вкладке «Публикация». Кликаем на вкладку «Публикация» и вот здесь справа можно описание категории каждой написать для поисковиков, а здесь ключевые слова, которые связаны с данной категорией. Я здесь сейчас ничего не изменял, поэтому сохранять мне, собственно, нечего. Я нажимаю на кнопку «Закрыть». Отлично, все категории у нас созданы, и теперь мы можем перейти к созданию уже каких-то материалов, то есть статей на нашем сайте. Для того, чтобы создать материал, нам нужно сделать следующее. Переходим в верхнем меню по пункту «Материалы». Выбираем здесь «Менеджер материалов» и «Создать материал». У нас сейчас откроется форма для создания материала. Давайте сначала сделаем какой-нибудь тестовый материал и назовем его, допустим, «Описание нашего сайта». Вот такой заголовок будет у данной статьи. Я текст сейчас придумывать особо не буду, а воспользуюсь генератором текста на сайте blindtextgenerator.com. Здесь можно сформировать несколько абзацев текста, которым можно заполнить тестовый сайт. Здесь выберем, какой рыбный текст мы будем использовать. Допустим, «Страдание юного вертера». Укажем количество слов, необходимое нам. Допустим, пусть будет 600 слов. И количество абзацев тоже можно здесь выбрать. Пусть будет 10 абзацев. Теперь давайте нажмем на кнопочку «Copy to clipboard», то есть скопировать текст в буфер обмена. И теперь мы можем его на сайте вставить сюда форму, в которую нужно вводить текст вашей статьи. Вводим сюда. Отлично. Теперь мы можем выбрать категорию, к которой будет принадлежать данная статья. Давайте предположим, что данная статья будет относиться к категории «Основы», которая входит в большую категорию «Новичку», то есть в категорию «Основы». Вы выбрали ту категорию, которая нам необходима. Ну и, собственно, все. Мы можем сейчас сохранить изменения и перейти на наш сайт. Состояние у данной статьи опубликовано. Теперь давайте перейдем на сайт и обновим его. Как вы видите, на сайте абсолютно ничего не изменилось, хотя в статье у нас выбрано, что она опубликована. Если вы вспомните, в одном из первых уроков я говорил о том, что в Joomla следующая последовательность действий. Сначала мы создаем категорию, потом мы создаем материал, потом мы создаем меню. Чтобы к этому материалу через меню можно было бы перейти. Мы с вами меню не создали, и поэтому никаких материалов сейчас мы не видим. Однако можно сделать некоторую хитрость. А хитрость состоит вот в чем. Здесь можно включить опцию «Избранные материалы», то есть поставить кнопку «Да». Что такое избранные материалы? Избранные материалы – это те, которые отображаются на главной странице, независимо от того, в какой категории они находятся. Дело в том, что сейчас главная страница настроена так, что на ней показываются избранные материалы. Но можно сделать так, что на главной странице будут отображаться не избранные, а какие-то определенные материалы. Допустим, чтобы здесь отображались материалы конкретной категории. Но при текущих стандартных настройках Joomla, именно избранные материалы – это те, которые отображаются на главной странице. Итак, мы здесь с вами включили «Да», и теперь нам нужно сохранить изменения. Сохраняем их. Переходим вновь на главную и обновляем страницу. Все прекрасно. Теперь у нас здесь есть и название сайта, и сам текст, который мы с вами опубликовали, текст статьи. А также есть некоторые подробности этого материала, то есть автор, кто данный текст написал, в какую категорию данная статья входит, количество просмотров и время, когда данная статья была опубликована. Отлично. И, в принципе, на многих сайтах, как раз на главной странице, одна какая-то статья и имеется. Обычно такой вид сайта на так называемых сайтах-визитках. Допустим, я покажу пример такого сайта. Вот он. Здесь у нас просто на главной странице отображена одна статья. Что, собственно, здесь у нас с вами и сделано. Но если мы посмотрим на демо-сайт, то увидим, что здесь, перейдем на главную, и увидим, что здесь на главной странице не одна статья большая такая, а, как вы видите, много статей. И в этих статьях есть вступительный текст, а полный текст мы можем прочитать, лишь нажав на кнопку «Подробнее». Это мы можем сделать и на нашем сайте. Давайте посмотрим, как сделать кнопку «Подробнее». А сделать это очень просто. Вам нужно просто кликнуть курсором в то место, где вы хотите вставить данную кнопку. Вот я после второго абзаца поставил курсор и внизу нажать на кнопку «Подробнее». У нас появилась такая красная линия. Она как раз и обозначает, что именно в данном месте заканчивается вступительный текст и появляется кнопка «Подробнее». Проверим, как это у нас на сайте теперь вышло. Сохраним изменения. Не забывайте сохранять их всегда, когда вы какие-то изменения произвели. И уже на сайте обновим страницу. И видим, у нас есть вступительный текст, у нас есть кнопка «Подробнее». И при клике на эту кнопку мы теперь можем прочитать полностью всю статью. Отлично. Статью мы с вами добавили. Все вроде прекрасно работает. Однако, если мы взглянем на демо-сайт, то увидим, что здесь статьи гораздо симпатичнее оформлены. Во-первых, у каждой статьи есть такая вступительная картинка. Во-вторых, в некоторых статьях мы можем увидеть, что внутри статьи находятся картинки. Текст идет не сплошняком, а вот таким образом отформатирован. Есть какие-то жирные выделения. Есть выделение более крупным шрифтом. Еще картинки. И есть даже внизу вот такая колоночка «Источник», кликнув на которую мы можем перейти на источник данной статьи, то есть на тот сайт, откуда данная статья была взята. И, конечно же, я понимаю, что вы хотите тоже научиться оформлять статьи именно таким образом. Добавлять в них картинки и какие-то элементы текста, выделять тем или иным образом. И мы с вами, конечно же, научимся это делать. И как это делается, посмотрим в следующем уроке.